В общем, дорогие друзья, все те, кто пришел к нам на наш прекрасный твич и кто смотрит нас в записи на ютубе, мы снова здесь. Я, кстати, обнаружила, что я уже могу носить Герин, его персональный арбалет. Мы его раньше, по-моему, не могли носить, потому что он уровня был не нашего. Сейчас я обнаружила, что он нашего уровня, точнее мы его и я его надела. И вот он красивый, с геробом, наш прекрасный, замечательный. Пыталась, кстати, за кадром собрать волка, ну, то есть скрафтить хрена с два. Там нужно какое-то обогащенное метеоритное шо-то там. Нет у меня этого, и поэтому я забила на это дело. Перекрасила в черные штаны, сапоги и рукавички. Это вообще особо незаметно, но зато как-то вот, ну, скомпоновалось. И переставила немножечко вот тут, вот так. Так, помните, мы этого шарпея замочили, да, вот в пещерах? Вот с него упал вот этот меч. И он мне понравился. Он круче, чем антикоровский. Подожди, смотри. Ну как круче? Ну, вы поняли, да, что я имею в виду? Да, здесь можно поставить, будет этот бонус комплекта, шанс крита распространяется на бомбы. Ну, зачем мне это надо? Зачем мне шанс крита на бомбы, спрашивается, да? Я лучше как-то вот это вот, 30, 25, 10, 15. Там еще дырочки 3, вообще еще и урон. Ну, короче, вы поняли. Поэтому вот такие вот дела. Ну и, собственно, орболет. Вот он замечательный, прекрасный, зашибенный. Кстати, не влезает в текст, в рамку. Ай-яй-яй, какой кошмар. Игра говно, выключить, удалить, забыть о ней. Так, мы сейчас с вами поговаривают, что здесь будет шанс, это как раз работает, не работает. Плюс, однако, алхимическим склянкам. Да нахрен она мне нужна? Че я хотела? Че я хотела, че я хотела? Вот сбили меня. Короче, мне тут сказали, что у нас будет точка невозврата. Поэтому неплохо бы сделать по бочке до. До-до-до. И у нас есть вот это задание. У нас есть... Ну, вот это, но это как-то по ходу дела. Я не стремлюсь его прям выполнить. Приданное. Ну, как бы его и потом можно, на самом деле, найти. Мне кажется, там ничего мега вот такого не будет. Гвинты, всякие кулачные бои. Это не наша тема. Это все проходит мимо. По сути, у нас только два задания. Забрать сокровище. И, в общем-то, выполнить вот это задание. И после... Ну, кстати, нет, подожди. Еще есть ведьмачий заказ один. Ну, то есть, грубо говоря, два задания и одно сокровище собрать. И все. И все. И можно пихать на сюжет. И прям до финального, до победного. Давайте сейчас посмотрим, что ближе находится. Вот это как будто бы ближе, да? Единственное, но... Вот это где? Как тут все-таки неудобно сделано? Господи, как не до людей. Так, ну это прям вообще что-то очень додако. Может, конечно, телепнуться. А давай так и сделаем. Слушай, сейчас очень быстро просто зателепимся, возьмем и все. Короче. Так, где эта штучка моя? Завтра мы с женой, а? Да-да-да. Я не думаю, что там у нее в этих самых будет что-то прям мега-мега, но пускай задание выполнится и все, чтобы успокоиться. Еще поспокоиться. И, возможно, если все пойдет хорошо, этот стрим у нас будет последним по ведьмаку. потому что, как бы... О, как тут страшно. Ну, ночь тут, конечно, было страшнее. Ох, собаки, о, чего-то там много. Потому что, как бы, да, у нас последнее все-таки DLC. Играть тут особо уже все. Не уж что, понимаешь. Так. Где-то там, а. Где-то там, а где-то тут, а. Мне говорили, кстати, что я в этом доме что-то проглядела. Я не понял, что. Что-то где-то... Как-то там. Так, по идее. По идее, по идее. Подожди. А где она лежит? Подожди, выше. Здесь же лесенка где-то, по-моему, наверх была, не? Так, подожди. Вообще, подвал. Ну, я его уже, как бы, нашла. Значит, тут здесь выглядит так, как будто где-то выше. Может, там. На этих самых. Ну, пойдем в подвал. Так, слушай, Гера, ускорься, пожалуйста. А, эти ложки. Здесь стоит осмотреться. Ой. Ой, не надо эти звуки. Не надо эти звуки. Опять винные бочки. Здесь искать нечего. Что это за старая тема такая? И это полная. Тут битва была бы прикольная. Если бы мы выбрали убить вихту, да? Полная. Здесь искать нечего. Оно бы ныряло в них. Нифига себе. Как? И это полная. Ну, конечно, самая последняя, да? Полная. А зачем я это делала вообще? Вопрос. Странно. А, ну вот. Наконец-то. Жезл. Золотой жезл радости. Красота. Хорошо будет смотреться в доме. На смену нефритовым жезлам приходят золотые жезлы радости. Это типа все награды, да? Так, вставляем. Жезл свой. Золотой. Радостный. Ключ. У меня же есть ключ. У меня же есть ключ. Ложка там. Я не знаю. Еще что-то у меня есть. Так, подожди. Я не понял. В смысле? Осмотреться в доме, он говорит. Он взял эту хреноту. И зачем мне осмотреться в доме? Эй, эй. Я не понял. Может, я уже нашла? Все. Все, что ж. Все, что ж. Могала. Все, нашла уже. Что вы сюда приперлись? Взяли жезл золотой. Как будто бы у нас его нет. Так, подожди. Да, ема-мой. Что ты делаешь, гера? Я, кстати, все вина продала, которые натырила. Так, если что. Так. Давай уходим тогда отсюда. Да, ребятки. Всем привет. Кто-то подошел на стрим. Так, тут вроде ничего не оставалось, да? Мы сейчас идем туда. На какую побочку пойдем? Из двух. На заказ ведьмачий, чтобы побреньку завалить, а потом квест. А потом, как бы, сюжет. Да, мне кажется, это будет лучше. Я сама все решила. Короче говоря, если где вихот отсюда. Ну и чатик со мной согласен. Замечательно. Так. Я надеюсь, там что-то интересное. Потому что иначе обидно будет как-то. Эх, финалом веет. Представляете, вот мы закончим, возможно, этот стрим уже, да? И все, и ведьмага закончилась. Закончился. Смотри, мы по нему тоже. Так, подожди. Что-то не в ту сторона. Бегал. Да, ребят, всем еще раз привет. Кто-то входит. Новичкам. Если вот тут есть. Ой, Гера, ну пора бы уже научиться зажимать нос, когда ты мимо вот этого бежишь. Ой. Сколько лет уже проходили. Ну, вообще, мы бы его еще летом прошли, если по-хорошему. Но лето что-то выдалось внезапно жаркое. Ну и как-то, да. Летом страшно было его запускать, этого ведьмака. С этой видеокартой нагревающейся. Как бы да. Ну, все, все когда-нибудь подходит к своему логическому завершению. Ну, это все равно будет не так больно, как завершение походов кузи. Я, кстати, платву переодела. С этой, в шмотке странствующего лыцаря. Тяжко на службе с пустыней. Давай, платва. Так, сюда. Видимо, это по сравнению с той болью, которая у нас была за кузеньку. А это ничто, вообще. Кузенька у нас сколько был? И Скорим, 270 серий. И Обливерн. Сколько там? Я уж не буду. Тоже, по-моему, в районе 100. Почему тоже? Не знаю. И Моруин. И Моруин. О, а вот, кажется, и мой проводник. Мое почтение. Приветствую, Белый Волк. Полагаю, ты видел мое объявление? Ну да, глупый вопрос. Раз ты здесь, то наверняка видел. Позволь представиться, граф Беллидаль. Большой почитатель твоих свершений. Очень приятно. Ведьмаки не часто такое слышат. Но, ваше сиятельство, вы пойдете с одним ведьмаком? Этот парень десяти стоит, но экспедиция и без того излишний риск. А если вы нас не возьмете, это уже при всем уважении сумасбродство какое-то. Не преувеличивай, Вельмар. Надеюсь, я все-таки не умру, если полдня буду сам себе подтирать задницу. Ну, к делу говорить, между прочим. Прости моим страхникам эти причитания, ведьмак, и позволь мне перейти к делу. Как ты, вероятно, уже знаешь из объявления, предложение у меня довольно нетипичное. Видишь ли, ведьмак, я люблю дикую природу, а в Туссенте живет несколько видов животных, которые нигде больше не встречаются. Я бы хотел, чтобы ты сопровождал меня в путешествии, которое их сохранит на века. ну да, и защищал бы меня, если вдруг что пойдет не так. А то стоит мне хотя бы поцарапаться. Мои отважные защитники тут же донесут жене мое безрассудствие, и тогда судьба моя будет плачевна. Твоя судьба будет плачевна, если ты будешь так говорить, не возьмешь помощи и будешь думать, что я одна тебя смогу спасти от стаи монстров, понимаешь? Граф Белидаль? Знаменитый птицеот? Нет, это был мой дедушка. Славный был человек. Я же занимаюсь винами, привожу в родной комер лучшие сорта. Поэтому время от времени я навещаю Боклер и всякий раз стараюсь, скажем так, прикоснуться к дикой природе. И для этого тебе нужен ведьмак? Взял бы своих стражников, дешевле б вышло. Разумеется, можно и так, но им тоже полагается минута отдыха, правда, господа? Кроме того, я богат, кто мне запретит? А, выходит, вся эта экспедиция каприз богача? Есть еще Клариса, она Ильмар, прошу тебя. Кто она? Э, моя дочь? Я всегда привожу ей из путешествий разные сувениры. Она их ждет с огромным нетерпением. Впрочем, сейчас речь идет не о моей семье, но о нашей экспедиции, правда? прежде чем я соглашусь, расскажи хоть что-нибудь, куда мы идем, что именно мне нужно делать? В целом восхищаться фауной и флорой. Я же при случае постараюсь что-нибудь увековечить. Увековечить? Видишь ли, у меня тут такой аппарат паристисомак, который запечатлевает образом. фотоаппаратик! Аристи что? Такой как бы переносной мегаскоп. Он ухватывает события и превращает их в иллюзию, на основе которой я позже пишу картину. То есть ты предлагаешь пойти с тобой разглядывать зверюшек, цветочки и... Да, в целом все верно. Только сперва ты должен выследить тех существ, которых я хочу запечатлеть. Сам я только примерно представляю, где их логово. Ну и если что-нибудь пойдет не так, у нас в загашнике будет твой меч. Ну как? Согласен? Да, ребят, всем привет, кто подошел. Виновчики плести будем, Гера? Я не понимаю, что Гера так отлынивает. По-моему, по нему прям видно, что он пришел куда надо. Прям для него задание. Довольно необычное задание. Не могу не согласиться. И потому предлагаю весьма достойный гонорар. Ты же не будешь возражать, если я попрошу назвать конкретные цифры. Нет, нет, пожалуйста, прошу, просто скажи, сколько ты хочешь получить. смеешься, сестерли. Давай по максимуму. Замечательно, по рукам. Почти. Задание вроде нетрудное, я бы взялся за что-нибудь приятное для разнообразия. Замечательно, в таком случае вот карта. Продешевило, Перед приездом я поспрашивал местных охотников, попросил определить места обитания существ, которые меня интересуют. Все отмечено на карте. Кто такой говенную карту нарисовал? Ну что, отправляемся? Подождем до утра. Мне, видишь ли, нужен хороший свет. Милости просим костру. С удовольствием послушаю какие-нибудь ведьмачьи истории. Ну, костру не на костер пойдем. Чего бы, чего бы нет. Баба какая-то завывает в кустах. Сколько можно. ну что, отправимся в путь свет идеальный. Две мирские поделки. Вот, колена, я заходу и твоих не тронется. А где мы? Приблизить ка... Где я? Где... Что вообще? Чего происходит? Я должна прочухать сама, да, вот? Там какие-то горы были, я ни одной горы этого не вижу. Вот это горами не назовешь особо. Ох, как тяжко. Как я ненавижу местное все. тогда? карта у меня, позволь, я пойду вперед. А, давайте вы сами пойдите. А почему б тебе не отправиться в экспедицию со всей своей свитой? Ты шутишь. Вырваться из-под крылах рады истинное избавление. Очень они меня оберегают. Я предпочитаю любоваться животными, увековечивать их, а не убивать из ложного страха за собственную жизнь. Так, подожди. Вот, нарисовано, слава богу, господи. А если животные нападут? Неудобно. Тогда у нас и правда не будет выхода. Мы же не хотим стать их обедом. Но пока они спокойны и незачем их провоцировать. Это для меня очень важно. Если бы можно было например как-то сопоставлять, то есть они туда-сюда потом еще искать в этом инвентаре эту карту. Она еще нарисована через одно место, если честно. Я наброски карточные свои делаю понятнее. Так, давай, давай быстрее. Добро пожаловать в готику. Доиграла я в эту вашу готику. Не удивишь. О, красиво, да? О, замечательно. Прямо хочется упасть мордой в эту траву. Главное не нащупать этой мордой чьей-нибудь кучу. Смотри, с брата Васика куда он пробегал. Ты адекватен вообще? Это сраные пантеры. Что здесь делать медведь? Я не хочу медведь. пантер. Наверное, я вообще никого не хочу. Слушай, честно. Сбежать жертв можно, Ну, сейчас, попробуем. Ну, как тебе? Ну, да. Блин, где стелс, когда он так нюжен, а? Медведь скрадется. Встань за деревом и щелкай. Что хотел? Ну, вон они, ну, щелкай, давай. Ну, бляха. Прекрасный день, чтобы ловить события. Ну, вот они, твои события, блин, стоят, ждут тебя, ну. Как близко пройти к этому делу, Че ее там плющит-то так, господи? Мужик, ну давай, ну идти, ну куда ближе-то? Она в капкане. А, она в капкане, а я-то думаю, че это колбасит? Ой, 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 реально капкан. Красненько. Бурак-эн-пайры. Похоже, расставили силки на медведя, а попалась пантера. Эк. посмотри, малыш. Ты поможешь с него, Матерой? А я еще думаю. Но сперва ее надо успокоить, аначе она на нас бросится. А я еще думаю, че дальняя пантера такая маленькая? Это маленький. Так, это Жакси, да? Все хорошо? Отлично. Выйдет прекрасный план. Как отлично. Выйдет прекрасный план. А говорят, у ведьмаков нет сердца. Это тоже, Рассказывай, надо отсюда убираться. Езжим, мужик. Куда-нибудь. Только не вступи. что ты разделяешь мою любовь к животным. Ага. Для человека из города у тебя очень широкий круг интересов. Ох, и правда. Интересов у меня порядочно. Вина, природа, живопись. Мне кажется, ведьмачья жизнь при всем уважении несколько более монотонна. Это верно. Но скучно никогда не бывает. А я вот вообще не представляю, как бы я возился с одними и теми же существами. У тебя есть жена? Да. А при чем здесь это? Ни при чем, просто так спросил. Гера, я бы тебе сказала! Гавнюк. не знаю. А давайте как-то сям. Без моего участия. Подосел сфоткал усел мне. А как вылезет? Как сейчас говно полетит во все стороны? Да еще тебя тут не хватало, слышь. Слышишь? Это они скалопендроморфы. Они роют туннели под землей и при этом издают очень характерный звук. Так мы их и выследим. А может не надо. Как близко надо подойти. Куда пошла червяк? Несчастный. Ну куда ты вперед батьке-то лезешь, дятел? Здесь эти ноги откусит. Не жалуйся потом. Сейчас кто-нибудь заведет нас, падла. Здесь звук громкий и четкий. Куда ты? Иди сюда, придурок. Да, но хороший план отсюда не поймаешь. Погоди, найдем место получше и более безопасное. Ступай осторожно. Скалопендроморфы очень чувствительны к звукам и к вибрациям. Их легко разбудить и разозлить. Так, пока я не всрыла этот квест вместе с мужиком, по идее надо как-то подальше, да? Теоретически. Ну так, чтобы он видел. А, может вот там на камнях как раз? Ну типа сверхотуры. Они же по земле будут меня ползать бить, а он будет сверху щелкать. Иди сюда. Мужик! Давай здесь, расстояние подходит, свет вроде тоже хороший. Да, просто идеально. И он сейчас побежит, да? Ну конечно. Я тут иду на цирлах, понимаешь, страшно мне. Чтоб его не сожрали, а он бежит, ему хорошо. Ты сможешь их вытащить? Сейчас, надо подумать. Надо заставить землю вибрировать. Попробую бросить бомбу или наложу знак. А ты смотри ближе, не подходи. Бросить бомбу. Я не умею бомбу здесь кидать вообще. Неудобно это сделано. Прекрасный день, чтобы ловить события. Ну и слава богу. Потрясающе. Дух захватывает. Благодарю тебя. У меня к тебе еще одна просьба. Я хотел бы увидеть брачные ритуалы местных павлинов. Говорят, есть стая где-то неподалеку. Сходить можно, но о брачных ритуалах лучше забудь. Они закончились месяц назад. Ужасно. Я так надеялся увековечить их во всей красе. А если павлины не захотят показывать хвост, можно с ними что-нибудь сделать? Раздразнить их как-нибудь? Ну не постоянно мне хвост показывали, кстати. Ты о чем? У меня хвоста нет. И отрастить я его не смогу, по крайней мере в ближайшее время. Я скорее думал о ведьмачьей магии. Вы ведь, говорят, умеете воздействовать на простых существ. Ну да, можно попробовать. Но ничего не обещаю. Замечательно. Я о большем не прошу. Не знаю точно, где стая, но один охотник указал мне пару мест, где они могут быть. Сейчас все отвечу. Ну ладно. Давай искать павлинов. Ну что же, венок у тебя есть. Что бы не вот это вот? Видишь, там горы нарисованы, а тут гор нет. Ну по крайней мере не такие, какие нарисованы. Ну это меня путает это. Так, сохранится. К месту здесь же вот павлины. На счету. Опять же там четкие такие линии были, да? Вот типа рек. А здесь вот, блин, вот разгляди и вот эти реки сраные. Ну ладно, три точки есть. Павлинов реально жизни. Я вот думаю. Да, по Питеру в виде ходят. Почему павлины? Моя, моя дочь очень их любит. Я хотел сделать ей приятный сюрприз. Ободрать павлина? Ха-ха-ха. Так, ну давай начнем отсюда. Мы уже близко, смотри в оба. Что-то мы увидим. Герои с павлиней гуски с кожным салом. Павлин потерял его недавно, а запах у сала очень характерный. По нему мы стаю и найдем. Ведьмак заработает. Как это замечательно. По следу смердящей жопы мы идем на охоту. На кошачьем мяуканье походит очень сильно, да, здесь? Что там есть? Я понимаю что это как бы птичье, но очень похоже, правда? Что-то кошачье там есть. А еще я так по утрам кричу, постучая. Аааа! А что-то тут бывает. Так, подожди, я не понял, куда она уперла? Ну, в куст куда-то уходит, и всё. О, пошло, точно. Давай, Гена. Гена. Гена! Геннадий, идите! Что вы здесь делаете? Слышишь? Слышишь? Они перекликаются? Да. Чудесно! Значит, мы уже близко. Фига. А чё это там так много точек? Геночка. Володя, Гена. Я чё-то хотела сказать, я забыла. О, какие красавцы! Если бы они ещё хвосты развернули. Посмотрим, что я смогу сделать. Ищи, куда встать. Я готов. Божешь применять свою магию. Так, ну, наверное... Либо арт, либо опять этот самый, да? Акси. Наверное, арт тоже Акси уже был. Или всё-таки Акси. Ну, то есть, чтобы они сами его посваивали. А арт их только испугает, они разбегутся. Чё им хвоста распушать? Какой арт их же снесёт. Ну, вдруг они как раз их хвосты им откроют. Кто ж знает-то. Ну, давай. Опа. Иди сюда. Чё-то ему плохо, по-моему. А мне надо всех, что ли, оприходовать? С ума сошли? Таким я ещё не занималась в своей жизни. Меня только не фоткаю. Не хочу попасть. Зараза, берегись. Скалопендроморфы. Ну, конечно, иди. За нами приползли. В сторону. В сторону. Но это не должно было быть просто, правда. Меня кто спасёт, дятил? Так, его вроде никто не трогает, да? Ну, я же на зряду. А, всё. Всё? было жарко пожалуй довольны впечатление на сегодня всегда павлина получится это было великолепно мальчики все что хотел да в таком случае возвращаемся в лагерь возвращаю вашего господина в целости и сохранности благодарствую мастер видите нечего было бояться спасибо что позаботился о его светлости ведьма эта вылазка явно пошла ему на пользу он даже как-то ожил погоди минутку геральт я схожу за кошельком и мы урегулируем финансовые вопросы ожил а было что-то не так а он не рассказывал дочка откинулась 10 лет назад клариса дочка его упала с коня с тех пор она прикована к постели ходить не может до того случая она была этаким шаловливым чертенком каждый уголок дома она заполняла радостью граф часто брал ее с собой она тоже зверьё всякое любила теперь эти его экспедиции точнее образы которые он привозит это для нее единственное окно в мир а вот и я я очень рад что смог взглянуть на тебя в деле увидеть собственными глазами что повествованиях о тебе нет ни капли преувеличения дисциплина надежность ответственность ты был бы идеальным деловым партнером жаль ты не торгуешь вином спорно может когда-нибудь другой спасибо у меня к тебе еще одно предложение я собираюсь устроить выставку своих работ а чё это 240-то слышь я сто 281 просила по близости я 281 ах ты свалочь почему нет если это по дороге замечательным в таком случае приглашаю в гости я остановился здесь у друга рядом с деревушкой франко лад я буду до встречи а чуть 240 и не поняла ты меня звал что такое у нас тут ужасная беда с пауками позови бабу с метлой зачем тебе ведьмак вы не поняли пауки огромные собаку ростом черные такие волосатые паутиной плюются в таком случае это не пауки арахноморфы дозовите как хотите разберитесь вы с этой мерзостью ладно из этих пещер вышел бы отличный склад для бочек если б не эти твари холестер сначала главным обсудим мою награду чё такие жмот это их многовато конечно может уступить и капельку капельку на 5 монет тебе уступлю но почти договорились тупни я знал что мы договоримся арахноморфы очень быстро размножаются так что лучше решать проблемы в зародыше я этим займусь ну давай чё коль мы тут чё 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 ну у меня есть такое так ой ненавижу этих старых пауков арахноморфы простите арахноморфы простите опа здравствуйте да будет известно что ведьмак герлет из ревет бросил предрассудки своей гильдии и выказал остальное уважение к законам природы он понимает как важно для природного равновесия сохранять исчезающие виды так же не останемся и мы в долгу пред ним призываю каждого члена нашего сообщества снизить цену для ведьмака насколько это возможно солидарность с природой это за счет того что я не убила животинок да когда мы фоткали greenpeace блин слушайте а где искать обогащенную метеоритную что то там на руду где есть что там не метеоритная руд что то там обогащенное короче где это искать это по другому квесту да причем здесь квест я просто спрашиваю где искать этот ресурс это не по какому квесту я просто спрашиваю где это же надо найти эту хрень ай ты ж срань какая пушистая самому делать чтобы ее сделать нужно руда выгибли не добыть ее же из воздуха не сделаешь ау ау ну давай 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 ай ай падла ой короче ну конечно когда мне нужна квеша ты фигачишь вот этой вот хренью бляхом гера гера твою мать дебил поставила же квешу аааа бесит тут тупая смерть какая то вот как это работает выбираешь квешку понимаешь а он хреначный гни вот когда она там успевает за миллисекундочку поменяться как если я просто отпускаю кнопку я не дергаю стик ну то есть по кругам понимаешь ах какое название уроды да чтоб я помнила обогащенная там то ли метеоритная руда то ли что короче для сета волка максимально нужна она просто интересно я не то чтобы хочу ее прям собрать мне не горит но мне просто интересно где ее искать чтобы знать для успокоения исключительно бесит слушаю еще первый раз такая хрень была с этим когда выбираешь какой-то знак отпускаешь кнопочку хренак у тебя другой как это работает что-то долго грузит орехалковая разве по-моему там не орехалковая блин сама начала не я понимаю что она продается ну я же она дорогая блин ты понимаешь а че это он сейчас там он там хлебнул что ли что ли или что это зеленая фигня была где это отвечает ау 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 хорош ну че тюкни уже так очень это меч это крит аааааааа это этот самый работает деточка моя работает вот эта хрень работает вот вот эта хрень работает Каждая очко интоксикации увеличит урон мечом. А вот столько вот. Я не знаю, откуда там интоксикация. У меня ее нет. Но оно работает. Ну, как бы, ладно. Грех жаловаться. Ни хрена не бежать! А сейчас сдохну хоть с собаками. Я не знаю, зачем это делаю. Чтобы было нужно. Неудобная хрена. Да хрена! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Чукай. Не меня, дура, пушистая. Ну, ползи сюда, ну. Давай. Спирит пик. Тут сволочи умные, смотри, не ползают. Они прямо ползают от нее. Слышно. Вот только со спины нападать и гораздо, сволочи. Слышно. Да ну, хорош. Няу-у-у-у. Няу-няу-няу-няу-няу-няу-няу-няу-няу-няу-няу-няу. Сушеная рыба, спаси меня. Да хорош! Что, на мелочи на это подохнуть? Это все смешно. Согласна. Малклоп, да вонючь, блин. Малклоп, да. Малклоп, да. Мелкие поганки. Единственный вопрос, все-таки, вот. Как бы, откуда такой прям урон полез с этого, с этой мутации, если у меня до этого не было интоксикации никакой. То есть, это что это вообще такое? Как там странно работает. Ну да ладно. Главное, что работает, а там уж нюансы. Кому они нужны? Все, выползаем. Все, что-то неприятненько тут было. Не понравилось мне. Так, а тут что? Ничего. Ну ладно. Двенери-твора. Да, орехалковая плюс экстракт кислоты. А, я же не могу здесь посмотреть. Это в ремеслах же не в алхимии получается. Ну там как-то что-то всего дофига, я помню, было. О, он же стемнел, нифига. Так, ты мне нужен. Есть новости? Есть. Я уже был там и навел порядок. Хвала богам. И вам разумеется. Пять опыта. Давно ты занимаешься вином торгом? Не слишком, если честно. Я учился на алхимика, но что-то у меня не пошло, вот я и стал вином торговать. И занятие это куда более приятное, должен сказать. Пей себе на работе, а никто и слова не скажет. Разумно. А после стаканчика мир кажется куда более приятным. Мне пора в путь. Бывай. Хорусем. Будь я хоть чуток здоровее. Не дай бог в ночи услышать такой голос. С работы как с бабой. Всегда поменять можно. Знаешь, приходишь так домой, а там можно... Будь я хоть чуток здоровее. Жена. Жена. Борщ мне налей. Жена хлебом намажь масло, господи. На хлеб. Это же ужасно. Кошмар. Ну и, кстати, все получается, да? У нас из побочек остались только какая? Это турнир. Это вот эта хрень. Это кулачные бои. Вот это яхоп. Дровосик яхоп остался у нас. И как бы и все. Хлебом масло намазать, да? Да-да-да-да, именно так. Так, пойдемте лепнемся. Работа нервная, да? Тут и весь седой. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Так. О, слушай, тут и доехать можно, на самом деле. Мы поедем, мы помчимся на рассвете, утром раним. Хе-хе. Нет. Оп-оп-оп, Гера слез. Че за страшно музыка играет? Ой, а это что такое ходит? Эх, мать твою, держись, парышня. Куда ее уронили там? Ты, якорь. Спокойно, Морган. Лежать. Он сидит. Кто спрашивает? Я ведьмак, нашел объявление. Погоди-ка. Тигровочек. Такой, как в сказках и преданиях Луиса Герреры? Вот мне, сука, повезло-то. А то никто мне не верит, что это дерево заколдованная барышня Дафна из сказки. А ты бы ее расколдовать мог. Ты не староват ли для сказок? На грубость нарываешься, ведьмак. Не похер тебе, для чего я старый? Да, правда. Не мое это дело, во что ты веришь. Ну, хорошо, что мы друг друга поняли. Я Герральт, ведьмак, присланный с Кюберлайф. Ага. Новиград. Новиграда лайф. С чего ты взял, что это заколдованная девушка? Ну, прихожу я на вырубку с моим псом Моргалтом. Подхожу к дереву. Замахиваюсь секирой. Рублю. А оттуда кровища как хлынет. Присленд с Кюберлайф. Да, я об этом подумала. У меня челюсть упала. А потом дошло. Это ж точь в точь, как в истории про Дафну, Гарета и Ведьмака с Рысьей Скалы. Это из преданий сказок Герреры? Ну да, сука. Издание второе, исправленное. И Ноктава. Я эти истории наизусть помню. Мне их бабка на ночь читала. От корки до корки с послесловием и выходными данными. Знаешь, мне правда интересно, откуда у тебя такая любовь к сказке. Киберморг. Ты что, издеваешься, что ли? Нет, просто мы живем в паршивые и совсем не сказочные времена. Люди вроде тебя не часто встречаются. Оно и правда насчет паршивых времен. Значит, тем более нужно сказки помнить. Бабка мне всегда повторяла. Не знаешь, как поступить? Подумай, что бы сделал рыцарь шахматного поля или благородная Алондра? Так она меня вышкалила. Что если бы я даже и хотел сделать иначе, так, сука, не умею. Взгляну-ка я на дерево. Только осторожно. Надо сохраниться. Нет? Почему нет? Я сказала, да. Так. Тепно. Ни хрена не видно. Я тут поклясться, что в шуме листьев слышен плач. Кровь. Судя по форме пятен, она натекла со стороны дерева. Как-то она странно, в общем, натекла со стороны дерева. Но действительно течет кровь. Самая настоящая человеческая кровь. Самая настоящая человеческая. Медальон дрожит, как сумасшедший. Откуда? Типа на вид кровь, там, волчек какой-нибудь отличается от человеческой сильно, да? Так, что тут есть? И этот смех очень сильно про Black Mirror напоминает первую. Работа на лесосеке шла полным ходом. Но очень странно, что вокруг ветвы нет других деревьев. А что, все? Остальное посмотреть нельзя? Плакучее его, какая-то недоделанная. И что? Ты дерево осмотрел? Да. Оно сочится кровью. И действительно выглядит необычно. А я что говорил? Моя помощь не бесплатная. Я простой дровосек. Деньгами у меня и не пахнет. Дровосек, деревья. Идиот. Как расколдуешь барышню, я заплачу. Я тебе помогу. Только сперва подумаю, с чего начать. А что тут думать? Я уже все знаю. Барышня Дафна и рыцарь Гаррет любили друг друга со страшной силой. Но чтобы стать достойным руки своей избранницы, Гаррет отправился в поход на ведьму с рысей скалы. Когда Гаррет уходил в холмы, в знак своей милости, Дафна повязала рыцарю платок. Надо думать, рыцарь не вернулся. Не вернулся. Она стояла здесь и высматривала его днем и ночью. Платок, верни папа. Я не вросла в землю и не стала деревом. Интересно, почему? Потому, сука, что ждала, когда Гаррет вернет ей платок. Потому как такая вот могучая тоска и сила любви. По хорошей ткани. Так что поднимись на рысью скалу и придумай, как расколдовать Дафну. Я тебе дам свою книжку со сказками, чтобы было куда заглянуть, если что. Удачи тебе. Ой, всру я этот квест. Короче. Так, ладно. Ладно, почитать как-то можно. Сто процентов всру. Ой, ты, я смотрю, веришь в меня, да? Спасибо тебе, Нейткетти. А где? Где книжка? Подожди. Почитать, дай. Рыцарь, Гаррет и девица Дафну любили друг друга дать жути. Но чтобы завоевать благосклонность, стараться-то-то выполнить семь трудных заданий. Седьмое задание было самым трудным. Гаррет должен... А где первые шесть? Что за это самое? Какого хрена пропустили? Вдруг мне интересно. А вдруг это важно? Гаррет должен был отправиться на Рысью Скалу, отыскать ведьму, что там жила, и убедить ее снять проклятие, которое изводило край. Все и Дафна тоже просили Гаррета склониться перед ведьмой. А надо вам знать, что ведьма с Рысьей Скалой была злобной и нелюдимой даже для колдуни. А лед ее сердца растопить могла только искренняя покорность. И все же Гаррет не пожелал преклонить колени перед ведьмой и решил силой принудить ее снять проклятие. Дебил. Никто не знает, что случилось на Рысье Скале, но Гаррет так никогда не вернулся к своей избраннице. Давно же стояла на вершине холма и всматривала его, высматривала день и ночь, но до тех пор, пока не превратилась в дерево. Она и так-то была бревном, но теперь-то уж точно никто не мог в этом сомневаться. Чтобы дожить до возвращения своего рыцаря, таковы были силы ее тоски и силы ее любви. Если случалось, кому ранить это дерево острием Секер, это видно было, что из-за рассеченной коры бьется кровь. Потому и начали люди обходить это место стороной, чтобы Дафна в спокойствии могла дождаться своего рыцаря, и наконец все, все о ней забыли. Шутки про бревно, серьезно, именно так. А че? Ты не пошутишь, никто не пошутит. Шутка пропадает, понимаешь? Это безобразие. Так. Че, другим про туалеты и про какашки шутить можно? А я не могу пошутить про бревно. Фи. Что за дискриминация? Че, я так темно-то слышу. Ночь на дворе. Ну, траж, что ли, дождаться, кстати? У меня есть индюшка. Все это самое. Тихо. Дура. Да куда ты едешь-то, господи? Что ж с тобой не так-то, ну? Так, че-то мы почти приехали. Ваш интеллектуальный юмор напоминает дядю Мишу. Вы что-то имеете против моего интеллектуального юмора? Че вы делаете на этом стриме? Так. Так. Еретики, короче. Ой, господи, Кир. Знакомые места, кстати говоря. Так, подожди. Ты мне предлагаешь через пещеру певать тут? Я не хочу. А можно как-то ногами туда допрыгать? Можно. Слушай, это же, это же то самое, да? Место там. Да, Юли, всем привет, кто подожжет. Так, прийти, поклониться, пятки полизать. Че там было? Где моя книжка? Блин, вот что за тупорылый инвентарь я не могу просто жить с ним. Вот где мне искать теперь эту странную книжку? Не выполни. Видите, что снять проплит, которая изводила край. Склониться. Злобные линии родины. Короче, приласкать, завалить на мат. И прям, прям, да. Это всегда работало в первой части. Че бы не сработать в третьей. Ну, короче, сейчас всрем, как и все в чате. Я смотрю, первый раз, когда играли, всрали. Первый раз всрем, потом все сделаем как надо. Не типико, нормально. У меня веночек на голове. Она меня пожалеет. Подумаю, дуренька пришел какой-то. Дом кажется жилым, но никого нет. Осмотрюсь. Осмотрись. Стертый в порошок кости. Либер Ивонис. Либер Ивонис. Ивонис. Запрещенное капитулом чародеев. В то время прибыл я в место прозванной долины Пнатх, известной в свете как Шагай. Разум человеческий не в силах объять этот край, в котором скребленные пространства, обманчивые цвета противоречат всему, к чему привычил нас взгляд. В ту минуту, в момент моего прибытия, я был на грани безумия. Я качал беззвучным криком и потил кровавым потом, когда два солнца восходили над моей головой. Я пал... Слушай, каким-то Лавкрафтом пахнуло. Я пал на колени и молил Житхак ваха не об избавлении, но о быстрой смерти. А потом пришли они. Не, в натуре Лавкрафт. Трансформация тела одна из труднейших магических искусств, которой владели только мастерами. Даже они в совершенстве освоили лишь одну форму. Это связано с психофизическими ограничениями, поскольку безопасное превращение в зверя может обеспечить только идеальную приспособленность к животному, к которому хочет обратиться чародей. Известен, например, Ульфа Чернобородова, который в течение многих лет жил в пещере с медведем, чтобы познать истинную суть этого зверя. Вот интересно, кстати, кто у нас там, Филиппа же в сову обращалась, да? Вот как тогда? Что же она делала, чтобы научиться этому? Может, эта книга где-то мелькала, но я уже не помню. Даже странно. У меня есть одна мысль. Одна такая маленькая. Она у меня появилась еще в самом начале, но ладно. Ну оно же красненьким вроде таким, да? Как-то смотреть-то можно, не беря. Тихо. Ну, Морриган тоже. Ну так Морриган это другая игра, блин, другой мир, другие правила. Заметки о применении стеблей тысячелистника. Любопытно. Тысячелистник растение прежде всего лекарственное. Как было указано выше, листья этой травы, будучи приложенными к телу, лечат травмы, раны и нарыва. Отвары из них служат лекарством от просуды, колик и утраты аппетита. В свою очередь, стебли тысячелистника, помимо многочисленных благих медицинских свойств, находят также применение в ворожбе. Такой способ ворожбы только на первый взгляд труден. В действительности же он, короче, по дорожнику прикладываешь. Он позволяет сосредоточиться на святой моей проблеме и получить точные ответы на поставленный вопрос. на стене висят предметы для чар или трофеи. Сломанная пополам стрела наверное приносит неудачу стрелку. Виноградная лоза дает хороший урожай или наоборот. Сейчас, короче, всрем один на разок. Я уже чувствую, что всрем. Там какие-то инициалы? шелковый платок с монограммой ДФ. Если это платок Дафни, он поможет снять проклятие. Обычно меня намещают только дикие коты, а тут на тебе гость из дальних стран. Ну, ты какая? Чего ты ищешь в моем доме? Я уже нашел. Неужели ты собираешься расколдовать девицу в дереве? Если так, то что? А то, что это пустая трата времени. Тебе что? Никто сказок на ночь не читал. Даже ведьме с рысей скалы нелегко преодолеть силу тоски и любви. Что стало с ее рыцарем? Он добрался до тебя? Гаррет? Да. И он довольно быстро изменил свои намерения. Точнее, это случилось после нашей первой ночи. Он оставался у меня довольно долго. Потом его одолела совесть, и он решил вернуться к этой своей девушке. Он так до нее и не доехал. Да, произошел несчастный случай. Ты приложила к этому руку? Конечно. Как я могу отдать моего мужчину другой женщине? ни за что. Ну, там про покорство было, да? Заставить, но это не работает. С другой стороны, а что, если здесь наоборот? Все, ну, сложное говно, конечно. Я сам смогу. А сможешь ли? Вот я не знаю, сможет ли Гера или нет. Чего он такой самоуверенный? То есть, по книжкам было нужно проявить покорство. С другой стороны, понятно, ой, я сейчас сама себя перехитрю. Короче. Вот, блин, вот эти сраные тупоролы описания, по которым непонятно. Ну как? Ну, давайте, по бумажке было, она же сказала, ты что, типа, сказок не читаешь, необразованная тварь. Давайте мы ее попросим. Если бы я попросил, тебя снять, проклятие. Гарет получил то, что заслужил, а в том, что случилось с его девушкой нет моей вины. Значит, ты ее не проклинала, но ты можешь ей помочь? Конечно, только зачем мне это? Я тебе цветочков нарву. Видишь, какой у меня венок? Я склонюсь перед тобой, так как должен был склониться Гарет из сказки. Я прошу тебя о помощи. Расколдуй девушку, заточенную в дереве. Я наблюдала за тобой, когда ты вошел в мой дом и подумала, этот человек не склонит головы ни перед над кем. Встань. Никто, даже я, не сможет вернуть девушке утраченных лет и возместить страдания, которые она пережила. Мы не вернем ее к жизни, но я скажу тебе, как сделать так, чтобы она ушла с миром. у моей помощи есть цена прядь твоих волос. Откуда мне знать, что ты не используешь ее, чтобы меня зачеркнуть? Она нужна для заклятия, которое скроет меня от твоего взора, если ты захочешь еще когда-нибудь меня донимать. Не для чего другого, обещаю. Не бойся, я всегда держу слово. Еще самая жопа, да? Я поверю тебе. Можешь взять прядь моих волос. Ну, максимально идем по книжке пока, что я уж не знаю, сработает это или нет. То есть, мы максимально покорны. Хорошо. Да, да, да. Что мне делать? Ты должен убедить девушку, что ее возлюбленный хотел вернуться, но погиб. Возьми с собой ее шелковый платок и частицу останков Гарета. Его кости белеют в пещере под этой скалой. пусть его останки и платок поглотит огонь. И помню, твои намерения должны быть чисты. Ты понял? Да. Спасибо за помощь. Пожалуйста. И прощай. Как только ты уйдешь отсюда, больше мы уже не увидимся. ой, я надеюсь, я не всираю уже, потому что мало ли. Ну, вроде она как-то согласилась, все нормально. Все хорошо? Самое страшное позади или что? или... А, это Ленит, радуешься. Я поняла, чем я все я понял. Так, нет, самое страшное не позади. Подожди. Давай сохранимся еще разок. или позади. Чат, успокой меня, а то я нервничаю. Скажи мне, самое страшное позади? Это и был вот этот сложный момент, который можно всрать. Было. Или что? Я не помню. Как генела. Прекрасно. Спасибо. Спасибо, Ангорта. Ну, кто-то вроде пишет, что ответ уже сказал. А, что, это типа вот... Если сказать, уже спорно. Да мы же уже прошли этот момент, слушай. Ну, ладно, черт с ним. Я пока делаю, как делаю. Подожди. Найти вход в пещеру. А по точечкам надо. Ой, блин. Вот эти входы в пещеру. Ой, не хочу туда. Так, сейчас аккуратненько спустимся. Ой, но пока вроде идется, вроде все нормально. Видимо, нас на три буквы не послала. Вроде нормально. Топи, гера, я не хочу с ними сражаться. Конечно, надо было просто там спрыгнуть по-человечески. Да хорош. Идите отсюда. Все, пошли вон. Ой, блин, еще там кто-то. Ну, зайди ты ногами своими. Так, если вдруг я сдохну, чуть-чуть не оттуда, отсюда. Ой, опять вы. what's the point? Ну какого дыши? Так, сжечь вот это. Так, ещё есть, не вижу. Ещё есть, много есть. Фиг, какие дрени по себе не возьми. Светло как днём. Зажигай, Гера. Оказалось, ещё одна есть. Так, а там чё? Включите свет, пожалуйста, я не фиг не вижу. Тут чё-нибудь есть интересненькое? Ну здесь подъём. Хрусё, ладно. Доктор Килл! 500 флоринов! За заказ ведьмачий прилетает! Спасибо тебе! Хе-хе-хе! Спасибо! Спасибо! Привет тебе! Да и всем тем, кто подъём. Подъём ещё. Подъём ещё. Так, я вижу, что-то лежит. Не важно. Эм, Гера. Рыцарский латный доспех, кости скелета? Неужели ты останки Гаррета? Интересно, что разорвало доспехи? Магия или подъёмся вернуться к дереву и снять заклятие? Ну, вроде я все яичишки сожгула, да? Хе-хе-хе-хе-хе! Фу блин! Ой, светло-то как! Слепит меня! Убрал? Убрал. Плотвичка, поехали! Ну, ну, давай. Чёрт! А ты думаешь, волки тебе сплывали? Господи. Ой-ой-ой. Пусан, беги! Там волки! Спасайся! Тихо, ну вот плотка, ну что с тобой это? Не так? Вот с этими, кстати, автоматическими поездками в том же Ориджинсе дела обстояли намного лучше. Я понимаю, что Ориджинс вышел позже, но лететь. Так, подожди. Кто эти звуки издает, господи? А, это ты? Так, ну чё? С ним, да? Такой ведьмой? Ну что? Ты встретил ведьму? Что ты узнал? Как тебе сказать? Не так страшна ведьма, как её молюют. Она задирала нос, но я знаю куда более ведьмоватых чародеек, чем она. Вот сука! С Дафной-то что? Я знаю, как расколдовать Дафну. Надо будет провести ритуал, используя её платок и останки Гаррета. С этим придётся подождать до нужного часа. Тогда я разожгу четыре костра по четырём сторонам света и начну обряд. Костры? Ну, тогда и я на что-нибудь сгожусь. Дрова-то тебе понадобится? Наруби сколько сможешь, а я займусь остальным. Я вообще забыла что-то детали этого ритуала. Что-то сжечь вроде надо это делать, но... Подносом у дерева, ну, что-то всё остальное. Я надеюсь, Гера запомнил. Я нарубил дрова. Сложил костры. Что дальше? Да я подумаю. Теперь моя очередь. Я должен зажечь огонь и поговорить с девушкой. Пожрать бы ещё. Не знаю, чем это кончится, так что на всякий случай держись подальше. А если увидишь, что я вынимаю меч, лучше беги. Не, пусть тигара-то и платок-то я помню. Потому что её зажечь надо. Так, сейчас охраняшка. Включите свет, пожалуйста. Зажечь костёр на юге. Давай. Посмотри в твой миг последний ты на все стороны света. С юга не слыхать... Тихуй! Не именно так. Алюминий. Чё? Чё-то заткнулся. Всё, запорол ритуал, Гера! Как ты мог? Север дышит тишиной. Ай, горю! И ты со мной. Спасибо, чё. Спасибо. Только запад вихрем воет. Ты не жди. Он не живой. О, Гера, давай сам. Выслушай меня, заклятое в дереве. Настал день твоего освобождения. Вот платок, что ты дала в доказательство любви. Вот кость того, кому ты подарила свою любовь. Алюминий. Привет. Не, бабунь Гаррет. Мой Гаррет. Он не вернется ко мне. Да, не вернется. Он разлюбил меня. Он не был мне верен. Нифига Ботокса у тебя. Так. Ну, он как бы не был. Ну, как бы если я скажу, что он не сохранил верность, она сейчас в фурию какую-нибудь превратится. Он был тебе верен, Ети. Гаррет был верен тебе до конца. Мое время пришло. Я так долго ждала. Так долго страдала. Теперь я хочу уйти. Прощай, барышня. О. Благодарю, незнакомец. И тебя, мой рыцарь, за то, что был рядом и разговаривал со мной. Ай, как жалко, что ты мертва. Не обломилась пухлому. Я-то думал, оно иначе все кончится. Но, видать, оживить бы мы ее не смогли. Ну да. Мы сделали все, что могли. Славная работа. Вот тебе твоя плата. И книгу можешь взять. Мощненько как-то оно, да? Спасибо. Бывай. Бывай. Надо мне как-то уложить это все в голове. О. У меня теперь главный. Главный вопрос. Как вы умудрились всрать этот квест-чат? С первого раза. Как? Я не помню. Легко. 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 Ладно там с вихтом, с ложками. Инструкция в книжке. У меня Гера был слишком большого о себе мнения. Все понятно с вами. Так, хорошо. Мега-серия про побочные задания для Ютуба закончена. Следующий. И после перерыва соответственно. Чуть-чуть собаку клеят. Которая волк. Эмм. Пойдем уже по сюжету. И я так понимаю, прям до победного попрем. Потому что побочек, побочек все. Ну, есть одна. Но она такая какая-то непонятная. Вот эта вот. Можно отправиться за безнаграждением. Ну, еще как бы там семь штуковок. Нафиг они нужны. Не важно. Мне кажется. Вот сюда. Пойдем по сюжету. И в общем-то. Уйо. Нахрен эти. Вот я тоже. Господи. Я тоже думаю нахрен. Поэтому вот с таким прекрасным видом. Мы и закончим. Гера прям на нас. Так вот посмотрел. Окей. Ладно. Вы там внизу? Что вы там делаете? Эх. Ладно. Все.